здравствуйте видеорегистратор подключен пожалуйста пристегните ремень безопасности написал мне вконтакте илья он это понял что здесь маркетолог вот вот ирландский пап дублин маркетолог это я блять марик он же марк он же маркетолог находится вон сурикова 12 дробь дорог 6 6 короче пойдем посмотрим что внутри там внутри должен быть михалыч гардероб здрасьте гардероба мы хотим вязать одежду гардероб ну как выясняется в гардеробе гардеробе не подожди тут и одежды нет ни фейфы вы в одежду будете сдавать давай я не задал тут не гардеробщица не одежды не с собой и в один раз у вас много денег водишь вот михалыч вот или илья илья ты что с гардероба нас подколол что ли что пошел в гардероб а а мы там пытались сдать ну точно подкололы реально как в чехии как праги илья короче илья короче хозяин этого пара под без пяти минут а я тогда буду аниматор сегодня в ирландском папе дублин смотрите даже показано что можно делать в туалете мне больше всего нравится вот эта картинка вот это а вот это нравится это заебательская ну хоть нормально это камера да ты короче на счете у марика ночью и он тебе покажется я тебе проще объясню а бармен женщина или парень ну замерзли руки не дрочил полдня с утра дрочил во второй половине все руки не доходили но ребята здесь может здесь можно плед попросить я здесь просто реально но реальный погребок такой ну реально этот погреб чешский шбаника почему здесь пиво почему здесь пиво холодным тут здесь холодно в этом уже просить и плетого пицанта хотя уж можно плед пожалуйста плед а это что такое а подушку и водку и плед и водку отдайте я здесь живу он же настоятель церкви мы решили ты настоятель церкви вот мужики сидим чисто по-мужицки обещают нам значит плед девчонок и пиво а что можно разговора не было подожди секунду я но пообещать то я могу сушку не буду подожди это это я но потом спрашиваю нам принесли пледы смарик укрой я не знаю где показывает а можно сейчас подписать скажу я при этом упроют и писать плед тоже не видно 2 плед на подложить кроме пока митяя сам устроить пойду я в клонет скажу там просто вкусно пахнет это не то что человек митя какие-то вкусные камешки ребята я влюбился в официанту качи святой отец вас благословит будет третьим михалыч ты хоть коричневый воротник сюда отрежь бля не можно мне его теща связала коричневый воротник но он раньше был белый раньше был белый можно вот так вот маркуша смотрите у вас маркуша гламурненьким что почувствую московскую жизнь почувствовал ребята можно вся каран а кто это непонятно ну-ка ваххабита сделай марик какого лоха биты мари хотел сделать ваххабита получилось что погадай мне цыганка вы знаете я чуть меня изнасиловали это мало того что я пришел кредисону домой и меня усадили на водоросе варик вы сумку магазине оставили а батюшка илья пришел с трубкой по ты нормально хоть и забей какой-то латан то нормально не ходит я реально телефон 02 я его секрет не курю но труб трубку двойной пахнет калий почему-то пахнет кальяном потому что трубка на улица носом не дыхаешь как сигареты ребята смотрите как мужик спицу от велосипеда раскуривание ты набираешь вот и дыхаешь носа потому что в аромате табака в рот ну не дыхать а не в том дыхаешь а носом дыхаешь дым набранный покажи как олег попух настоящий ну не иметь же киеву короче дайте я вам покажу у тебя минет лучше получает сразу крыша поехала сразу видно спортсменов слабак сразу видно не курящий не курить и не пить у яси ребята не будете пухайте нам и пухать не надо никакой травы не надо лучше на крокодил подсаживать что там у тебя в чертогах разума марик любит сосать это вопрос телезрителям морик любит сосать пишите в комментариях морик любит сосать или нет и потому что настоящие мужики меня уже уже что хотя бы за то что я ребят завтра пойдем мы отправлять на путь до на пьяна поздравить завтра пойдем на поезд отправлять хрустель по камеру прям колечко а кольца умеешь нет или я чё за музыка пошли на тела ну и а и а и и и и и и Это клон Ше Геваре, который немножко отбирал флосфудом, крупноярским. Это что у вас за уголок Славы? А что уголок Славы? Вот батя мой. Вот это мой отец. А там его автограф, видимо. Вот он, да? Все автографы, Шилов, написано. Но это не реально мой отец. Я понимаю. Ну то есть сегодня, короче, сегодня все будут смотреть в виде Олимпиады, да? Да, сегодня будут там остаться Олимпиады на телевизорах, на проекторе. Группа играет как раз до 12 дней. Потом, остаться Олимпиадой. Мальцев, Михайлов и Якушев. И все из фильма «Легенда номер 17». Якушев Спартаковец. Это классный фильм, господи, я обожаю его. Расскажи немножко про него. «Легенда номер 17» сегодня шел. Был такой хоккеист Харламов. Ну а? Вот, и там описывается история его жизни, в принципе, с чего он начинал. Я знаю. Так он сегодня шел по второму каналу. А, да блин, не снимайте. Братишки, нам покушать не смесли. Сладкий хлеб. Давай, езжу. Мужики, я чувствую себя, как в программе «Орел и орешка», блядь. Ну не знаю, «Орел»-то я, а кто «Орешка», блядь, по-моему, шелом там. Ребят, ну, я вам скажу, я как знаток старой, блядь, кошерной пище. Да, я как знаток кошерной пище, кошерной заведения, я вам скажу. Прекрасное заведение такое, жазовое, я так понял, блядь. Вот представляете, да? Жаз в кирпичных стенах. Ребята, а вон тёлочки подошли. Ребят, чуть попозже, мы с ней пойдём познакомимся. Короче, ребят, я вам скажу так, что здесь встретилась православная церковь и синагога. Да ладно, я гностик. Диагностику мы пройдём завтра. Диагностику мы проведём минут через 15, когда пойдём в туалет. Кстати, заведение мочекаменная болезнь лечит. Я вам отвечаю. Правда? Ты же был в туалете. У меня нет туалет. Ребята, вы увидите, там лечится заведение мочекаменной болезнь. Давайте теперь я попробую сладкий хлеб. Короче, ребята, что гренки? Просто ошибка многих заведений, что гренки очень жирные бывают. Давайте гренки очень в меру. В меру вообще очень хорошо. И соус. Соус, не майонез. Это сметана. Что-то такое. Лёгко взбитая. Плёска, сильная. Света, я знаю, что ты смотришь. Каждые видео. И я тебя очень люблю, что ты мне ничего не говоришь. Но сегодня я не приду домой ночевать. Сегодня я не приду домой ночевать. Пойду к Марику. У него неплохой 3D. Хочу сделать репортаж из самого сердца этого классного заведения. Пойдём. А, запах? А? Ребята. А запах через камеру теперь? Блядь, мочекаменную болезнь лечит просто. Как это выяснил? Ребята, вот видите пистуар. Это не будем снимать. Ребята, я чеки вары. Сегодня у нас открытие Олимпиады в Сочи. 2014. Что нужно сделать? Выпить и закусить. Перед Олимпиадой. Обязательно. И это сказал... Михалыч пытается сделать Олимпийские кольца из выбора. Ребята, ребята, и это сказал... Вот батюшка. Ребята, я сегодня хочу бурного секса. Просто. Илья, офигни! А, Макс, здорово. Макс, что это? Мы какое пиво пьем? Вы пьете дублин. Наше пиво. Где оно варится? Оно варится в России под заказ. А, сейчас я окажусь за стойкой пара дублин. Что, здесь вино шампанское, парфей здесь? Ничего себе, я парфей не люблю. А, это другой, да? Ну, да. Я не верю, Олимпи пробовали. Вот, надеюсь, у этого падя, когда он будет дохера иностранцам. Они прямо, кто знает, не приезжают сюда. Ну, кстати, ребята, я вас не говорю, что я у Чехии был. Я вот это реально европейское заведение. Без всякого, без... Без мяса. И сейчас, естественно, познакомимся. Кого зовут, чтобы... Глёстер ты? А, Маргарина Марк. Как будто на авторынке, но не помню. Да, да. Глёстер Гарина, да. Всё хорошо. Итак, а, как зовут? Хорошо. Он уже всё понял. Он уже всё понял. Я всё знаю. Как зовут? Дядя Марк. Дядя Марк. Это важно. Это важно. Это важно. Кто из вас соберил в свою команду больше людей? Можно вам просто? Да легко, Марк. А вот, объясните. А каким образом собрать? Позвать, пригласить, обман суда. Да, да. То есть ты берём, пойдём со мной. Ты можешь помещать что угодно, Марк. Голло вот уже. Да легко. Да ниже, ёшки. Что происходит с Марком? Обратите у него. Марк, ты уже празднуешь победу, я смотрю? Я ниже. Я ниже. Обратите внимание, друзья, на команду Леопатриков, которые у нас исхитрились и просто отмаглядывают. Где-то у нас. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Давайте поаплодируем! Борно-комэдди Зальчиков! Комэдди Леопатриков! Потому что эти зрители сегодня оказались... Гадные ребята, уже можно вставать. Я понимаю. Прохладно хорошо. я не могу второе слово, беремся за руку вот сейчас проверим, как это получится мне нужно, чтобы вы стали шире, как можно шире опа, да, все, меня уже поймали хватайте команду леопардов, я даю подсказку это можно делать, я не запрещал кто из команд стоит у нас шире? ребята, хватайте марка молодец, ради сам съебался друзья, спасибо за настроение, спасибо за то, что поддерживаете спорту России ну и конечно же, на сцене я уже думаю, блядь, чем пиво, а то мы первое место ведущий пошел нет, нет, ведущий пошел к кофе-машине думаю, блядь, подарок кофе-машины хуй-то там даже не кофе и не машина, блядь а второчка мы так приходим не с пустыми руками коли нам подарок, то и мы Илья дарю тебе фирменную кепку от моего канала да, благодарю по мере стои по рот на рот там написано там логотип давай там логотип вот давай вот и батюшки мои кепки сходят ребята это, кстати настоятель одной церкви и настоятель другой церкви в этой мало позови в этой нормально а в этой мало позови настоятель Кубинской православной церкви и дэй убирай а гей веселенько продолжается аааа и как вы думали, что гей против олимпиады на самом деле гей с олимпиадой Ребята, а он потный, блядь. Я не веду вот по поводу Шерлока и трубки. Займало, значит, ватсу, что Шерлок постоянно трубку курит. Вот надоело ему запах, минуту, блядь, табак. Он решил его отключить. Взял, короче, постоянно стал брать его трубку. И вот мундштук себе в задницу запихивать. Вот посюда? Ну, история умалчивает. Возможно, и посюда, но не факт. Шерлок курить так и не бросил. А вот ватсон без трубочек уже не надо. Ребята, мы не только бухарики, мы извращенцы. Уроки этикетов давают, Михалыч. Мясо необходимо пережевывать очень тщательно. Вы закатали, допустим, вам привезли вот этот классик мяса за тысячу рублей. Чтобы вы им наелись, необходимо отрезать по маленькому кусочку. Олимпиана будет отвечать своим великим 55 лет. Нужно делать умное лицо. Ваша любимая тёща, Олимпиана. У тебя не получается, Михалыч. У тебя как оно было дебильное. Хоть целое мясо ешь, хоть кусочек отрезаешь. Дрочишь? Нет, а вы, доктор? Дрочишь, значит любишь. Дрочишь, значит русский. Ребят, меня бросили. И я, смотря на Патилейкина и смотря на Шилова, Дрочу. Я дрочу. Но получается, что так. Спасибо, спасибо заведению Дублину, что спас меня сегодня от одиночества. Спасибо вот этому человеку огромное. Спасибо тебе. Ребята, вот, ради чего мы здесь собрались. Что мы видим, папа? Что это такое? Что вы там видите? Что вообще делаешь? Это камера, я поняла. Так, а что ты снимаешь-то их? Открытие, не понимаю. Просто так навел и все? Подожди, и что это, и что? Подожди, а почему? И просто вот так вот, а как воспроизводить? Потом, дома. Это придячин или что уже? Я не понимаю, женщины, что случишь? Почему? Почему на таком можно снимать? Конечно, Дублина вообще в порядке, но мы уезжаем домой, да, Михалыч? А вы можете сказать, подписывайтесь на канал? Подписывайтесь на канал. Рэдисона. Рэдисона. Спасибо, девчонки. Ну все, ладно, девчонки и мальчишки, пошел я, короче, по бездорожью. Здорожью. Алло, милиция? А это вам звонит обкраденный шпаг.